Бытие, глава 34. Дина, дочь Лии, которую она родила Якова, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидел ее Сихем, сын Емора Ви-Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Якова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. И сказал Сихем Емору, отцу своему говоря, возьми мне эту девицу в жену. Иаков слышал, что сын Еморов обесчестил Дину, дочь его, но как сыновья его были со скотом в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они. И вышел Емор, отец Сихемов, к Якову поговорить с ним. Сыновья же Якова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужи те и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Якова, а так не надлежало делать. Емор стал говорить им и сказал, Сихем, сын мой, прилепился душою к дочери вашей, дайте же ее в жену ему, породнитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе и живите с нами. Сихем же сказал отцу и братьям ее, только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что не скажете. Назначьте самое большое вена и дары, я дам, что не скажете мне, только отдайте мне девицу в жену. И отвечали сыновья Якова, Сихему и Емору, отцу его с лукавством, а говорили так потому, что он обесчестил Дину, сестру их, и сказали им, не можем это сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан, это бесчестно для нас. Только на том условии согласимся мы с вами, если вы будете как мы, чтобы и у вас весь мужской пол был обрезан, и будем тогда отдавать за вас дочерей наших и брать за себя ваших дочерей, и будем жить с вами и составим один народ. А если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся. И понравились эти слова Ямору, Исихему, сыну Яморову. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Якова, а он более всех уважаем был из дома отца своего. И пришел Ямор, Исихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего, и сказали, «Эти люди мирны с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней, земля же вот пространна перед ними. Станем брать дочерей их себе в жены и наших дочерей выдавать за них. Только на том условии эти люди соглашаются жить с нами, быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужской пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот их? Только согласимся с ними, и будут жить с нами. И послушались Ямора и Сихема, сына его, все выходящие из ворот города его, и обрезан был весь мужской пол, все выходящие из ворот города его. На третий день, когда они были в болезни, два сына Якова, Симеон и Левий, братья Диныны, взяли каждый свой меч и смело напали на город, и умертвили весь мужской пол. И самого Ямора и Сихема, сына его, убили мечом, и взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Сыновья Якова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили сестру их. Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле, и все богатство их, и всех детей их, и жон их взяли в плен и разграбили все, что было в домах. И сказал Яков Симеону и Левию, — Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей этой земли, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой. Они же сказали, — А разве можно поступать с нашей сестрой, как с блудницей? Продолжение следует...